Сагбенная сухощавая фигура и при этом удивительно детский, живой лучистый взгляд. Таким мы знаем схиархимандрита Илья Ноздрина, которому 8 марта исполнилось 92 года. В день своего рождения батюшка Илья приезжает на свою малую родину в Орловскую область, куда мы и отправляемся, чтобы его поздравить. Для меня большое счастье снова увидеть этого великого молитвенника, с которым меня связывает личная история. После рождения двоих детей врачи мне поставили неутешительный диагноз – рак матки. Причем уже была даже назначена дата операции, в результате которой еще детей больше я родить бы уже не смогла. В ту пору моя подруга собиралась к отцу Илью и рассказала, что он прозорливец и очень многих отмаливает от больших бед. Так и вышло. Батюшка помолился, диагноз не подтвердился. Ну а позже у нас с мужем появилось еще двое детей. И теперь мне очень хочется сказать отцу Илью спасибо и поклониться ему. Но прежде мы заехали в поселок Становой колодец, где в 1932 году в благочестивой семье родился будущий схиархимандрит, а тогда младенец Алеша, названный так родителями в честь Алексея Человека Божия. Вот здесь прошло детство отца Илья. Крестили младенца в церкви соседнего села. И, как вспоминает сам батюшка, молиться он начал с трех лет. А дальше война, гибель отца от ранений в 1942. В 10 лет Алеша стал опорой матери, которая в одиночку поднимала четверых детей. Отслужил в армии и после окончания машиностроительного техникума был распределен в Камышин Волгоградской области, где и принял решение свою жизнь посвятить Богу. Почему юноша решил стать священником в самое безбожное время, человеческой логике не подвластно. Но мы попытались хоть как-то прикоснуться к этой тайне, зайдя в храм покрова Пресвятой Богородицы, постройки 1895 года. Нас встретил замечательный батюшка Иерей Алексей Грибакин. Оказалось, он троюродный племянник Илья Ноздрина. И многое знает про деда и отца схиархимандрита. Вот лично по его рассказам, его дед был старостой этого храма, а отец колокола звонил. И дедушка очень к священникам ревностно относился. И всегда, как батюшка рассказывал, дом был напротив храма, напротив алтаря как раз. И всегда смотрел, во сколько зажигает свет в алтаре. Если в 4 часа утра, значит, говорит, священник хороший, добросовестный. А если уже позже в 6, значит, он ленивый. Поэтому я всегда стараюсь приходить пораньше. В 1938 году Покровский храм переоборудовали под школу, в которую стал ходить маленький Алеша. Впитывал не только знания, но и атмосферу намоленных стен. Своё духовное образование он начал в Самарской семинарии, продолжил обучение в Ленинградской духовной академии. Здесь и произошла знаменательная встреча будущего схиархимандрита с будущим патриархом Кириллом. Сам святейший вспоминает об этом так. Я поступил в семинарию, а он в том году заканчивал академию. И мы все его любили. Он был ещё мирянином, просто Алёшей Ноздриным. Но отличался удивительным характером и замечательным стилем отношений с людьми. Став в 2009 году духовником главы Русской Православной Церкви, схиархимандрит Илей по-прежнему очень тёплый и внимательный к каждому, кто приходит к нему за советом. Батюшка, вы часто общаетесь с патриархом. Трудно это быть его духовным наставником, патриарха? Да, потому что патриарх один есть, всё знать надо. И чтобы всё было в порядке. В стране украинской нужно ещё делать по городу закону. Закону много всяких. И у президента свои законы совершён. Поэтому надо молиться за всех. В годы хрущёвских гонений Алексей Ноздрин выбирает не просто стезю православного священника, а путь монаха. Митрополитом Никодимом Ротовым он был пострижен в монашество с именем Ильян в честь одного из сорока мучеников севастийских. А вскоре рукоположен в эра монаха. В 1976 году отец Ильи стал одним из первых иноков, которые возрождали афонскую свято-пантелеймонову обитель. Спустя десятилетия, уже в конце 80-х годов, его направляют поднимать из руин Оптину пустынь, где он принял постриг в великую схему с именем Ильи в честь другого севастийского мученика. Но душа батюшки рвалась на родину. Хотелось восстановить там Покровский храм. Первый храм, его попросили земляки, чтобы он помог восстановить, помолился. И по его молитвам первый храм восстанавливался. И эту историю, конечно, она вообще неизвестна. Когда отец Ильи со своим келенником без спроса уезжал из Оптиной, и не доезжая до Орла, игумен монастыря, Владимир Венедикт звонил батюшке Ильи и говорил, где вы есть. И им приходилось разворачиваться на середине дороги, и обратно ехать в монастырь, в Оптину пустынь, и стоять там, склонив головы. О силе молитвы старца Илья уже давно слагают легенды. Примеров чудесной помощи Божией благодаря его предстательству перед Всевышним нет числа, потому-то и не прекращается поток страждущих людей, которые ждут его совета в самый порой трудный период своей жизни, как я когда-то. Подходили, например, люди, у кого была онкология, или какая-то другая трудная ситуация с здоровьем. И они говорили, батюшка, соглашаться ли нам, например, на операцию? Он постоит, помолится, а то иногда и сразу. Нет, тебе операция не нужна. А другому говорит, Бог был достойный, иди делай. И так и получается. Один после этого, несмотря на то, что врачи говорили, что он уже приговоренный, живет и продолжает радоваться жизни, а если, наоборот, говорит, делай, и все настолько было получено, проходишь, что врачи потом сами удивляются. Было, как говорится, 50 на 50, а получилось вообще идеально. Старец, он видит всего человека сразу, какой он есть, какие у него склонности, какое у него желание, может быть. Как вот я слышал такой рассказ, что одна женщина хотела очень монашкой стать, и вот она уж и так, и так его добивалась, чтобы поговорить. И все время не получалось. Все толпа, все, ее не пускают. А тут она подошла как-то сзади к нему и буквально прокричала, «Батюшка, идти мне в монастырь или не идти?» И он, не оборачиваясь, говорит, «Тебе только монастырь, монастырь». Вот в чем оно старчество и есть, что он ведет за собой людей и в то же время дает им иногда понять, что в Царстве Божьем есть такие тайны, которые немножечко можно приоткрыть человеку. Духовно-православный центр в поселке Вятский посад Орловского района, куда мы приехали, возойден по благословению Схерхи Мадрита Илья в 2017 году. Помимо храма Сретения Господня, здесь действует православная гимназия во имя преподобного Алексея Человека Божьего и школа ремесел. Чтобы поздравить любимого батюшку с днем рождения, ребята подготовили мастер-класс по лепке из глины, гончарному делу, флористике и, конечно, концерт. Поиграйте, ребята, наша Даня по пляшке, О, мы любим, молюй, наша Даня по пляшке! АПЛОДИСМЕНТЫ Торжественное мероприятие проходило близ деревни Собуровские выселки. В Причтовом доме Орловского колоса. Это второй после Вятского посада крупный православный центр. Орловский колос – это продолжение идеи духовно-православного центра Вятский посад, только с гораздо большим размахом. Здесь построен храмовый комплекс в честь преподобного Сергия Радонежского с церковью иконы Божьей Матери Спарительница Хлебов. Видимо, такое посвящение батюшка Ильи благословил в память о своем голодном детстве. Этот опыт выстрадан поколением старца Илия. Помнит он и то, как целенаправленно русского человека отучали от земли. Поэтому идея построить возле храма подсобное хозяйство Орловский колос в прямом смысле витала в воздухе. И открылась батюшке, когда он летел молиться у мощей святителя Николая в баре. Три года назад мы с батюшкой летели в баре, и батюшка мне пишет записку «Подсобное хозяйство Орловский колос». Я говорю, батюшка, что это такое? Говорит, ну, Вятский посад построил, надо, говорит, теперь вот это. Я, говорит, всю жизнь мечтал что-то построить на Орловщине с названием Орловский колос. И вы сейчас, наверное, уже в курсе. Храмовый комплекс здесь у нас построен. Это будет первая в России сельскохозяйственная гимназия в честь Толыпина с уклоном сельского хозяйства, животноводческий комплекс. И здесь как бы будет... Все делается для детей, для людей. И цель этого проекта – вернуть наших детей на землю. Вот уже 32 года Геннадий Цурков является помощником батюшки во всех его делах. Он много рассказывает ему о своей жизни. И Геннадий Николаевич даже подумывает о том, чтобы написать книгу, основанную на этих рассказах. В том числе и о военном детстве от Саилия. Таких много историй. Даже вот мы буквально два дня назад, три дня с ним вспоминали. Он нашел вагон, и вагон пришел, а там вагон остался... Ну, когда выгружали, рассыпался красный перец. Он нахватал этого красного перца, вот, сам начал есть. Весенний, все варил. Он все равно нес домой. А еще была история тоже. Он нашел там несколько картофелем. И хочется и самому съесть. Вот, и говорит, а как живет дома? И он все донес до дома. И теперь отец Ильи всегда говорит, трудитесь на земле, и некогда будет вам скучать. Рожденный и выросший в деревне, он знает, сколь сельская жизнь трудна, но и насколько она спасительна. Вот так трудно, нелегко перенести, не урожай. Вот потеряем, если мы все, и родиться, тогда нам голодное время поступает. Когда с Богом, то Господь всегда с нами, Он всех хочет спастись и в разум прийти. И, конечно, вот, когда, чтобы, ну, радость была, радость на земле. На кувшине, который изготовили в присутствии батюшки, решили запечатлеть эти его слова. Быть с Богом и радость. В числе приглашенных на торжество были люди из разных уголков нашей страны. Супружеская пара из Эстонии приехала за благословением старца Илья. Старшеклассник спрашивал, в какую семинарию ему поступать. Священник из Крыма благодарил батюшку за его молитвы о строительстве нового храма. Батюшка Илья продолжает молиться за всех. И хоть голос его слаб, остается только поражаться, как в таком теле, опровергая все законы физики и физиологии, живет настолько мощный и здоровый дух. Даже вот у нас есть одно Евангелие нам подарили, когда-то очень тяжелое, там, больше 15 килограмм. Я когда-то, отсутствие налое, беру это Евангелие, для того, чтобы нести на престол после пыли Илья. А батюшка говорит, а что ты меня, так сказать, отбираешь? Он же возглавлял. Я говорю, ну, батюшка, я вас жалею. Он взял его, забрал у меня и сам унес. И причем я почувствую такую силу, что я с ним бы, если бы мы боролись с ним, я бы с ним просто бы не справился. Такая у него мощная рука, вот, он очень сильный. Вот, и это все от чего? Опять же, опять же, от той же благодати. Во-первых, батюшка редко когда устает. Он готов всегда уделять каждому человеку внимание. Всегда говорит, я, говорю, 90 лет только начинаю жить. Батюшку Илья называют последним старцем Руси. Однако сейчас мы видим новый расцвет оптиной пустыни. В течение 20 лет схиегумен Ильи возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. Старец – это не пожилой человек. Это звание дается за особую мудрость и прозорливость, которые дарует Бог тем, кто стяжал Святой Дух смирением, кротостью и молитвой. Батюшка не поучает, а любит нас всех, являясь проводником божественной энергии и благодати. И повторяет, ну как же, хочется же помочь людям. А мне хочется обнять его и прижаться к его рукам со слезами благодарности. У меня четверо деток, а двоих вы отмолили мне. Спасибо вам.